Здравствуйте дорогие друзья! Начиная с этого занятия мы с вами будем знакомиться с весьма популярным фреймворком Flask, который позволяет создавать сайты самых разных типов с использованием языка Python. Flask относится к разряду так называемых микрофреймворков, то есть он предоставляет лишь базовый инструментарий для построения сайтов. Как говорится, все по минимуму, ничего лишнего. Однако этого вполне достаточно, чтобы создавать большинство типовых сайтов с поддержкой шаблонов страниц, баз данных, ну и прочими стандартными возможностями. И кроме того, простота позволяет достаточно быстро разобраться в этом пакете и начать сразу его применять. Наверное в этом главная его фишка простота и достаточность функционала для типовых решений. Для тех, кто совсем не знаком с принципом взаимодействия между клиентом, то есть браузером и фреймворком, установленным на сервере, опишу в двух словах этот процесс. Он будет важен для дальнейшего понимания материала. Вот смотрите, когда пользователь вводит что-либо в браузер, какую-либо строку, ну например вот такую вот, vk.com. От браузера отправляется запрос к серверу, где расположенный работает этот сайт. Здесь мы отложим в сторону вопросы маршрутизации, DNS серверов и так далее. Но на самом деле, чтобы запрос знал, куда ему идти, он идет не вот по этому адресу vk.com, а вот по этому IP-адресу, с которым связан тот или иной конечный узел. А чтобы узнать этот IP-адрес, браузер сначала обращается к так называемому DNS серверу. DNS сервер вот по этому имени vk.com возвращает этот IP-адрес, и уже пакет по этому IP-адресу находит путь к соответствующему серверу. Так вот, вот этот вот сервер постоянно находится в режиме ожидания очередного запроса, и как только он приходит, формирует ответ клиенту, как правило в виде HTML-документа. Этот документ возвращается в браузер клиента, и пользователь на экране устройства видит заветную страницу. Но где же здесь фреймворк? В действительности он установлен на сервере, так как сервер это обычный компьютер. Ну, может быть не совсем обычный, но принцип тот же. И как и на всех компьютерах, на нем установлен соответствующее программное обеспечение. Мы опять же здесь не будем глубоко вдаваться в подробности, скажу лишь, что на них часто устанавливают Linux-подобные операционные системы, благодаря их надежности. Затем программу, которая называется веб-сервер. Часто это Apache, ну или Nginx. И уже вот этот веб-сервер отдает обработку запроса конкретному фреймворку. То есть фреймворк это составная часть программного обеспечения сервера, на который приходит запрос от клиента. И здесь вот эта вот аббревиатура VSGI расшифровывается вот так вот. Стандарт взаимодействия между Python-программой, выполняющейся на стороне сервера, и самим веб-сервером. Фактически это интерпретатор Python, который запускает VSGI-приложение, написанное на Flask. Как это происходит? При поступлении черепного запроса активизируется VSGI-приложение, выполняется определенный обработчик, его еще называют представление, и как правило он выполнен в виде обычной Python-функции. Соответственно, когда приходит сразу несколько запросов, а это вполне возможная ситуация, то активизируется сразу несколько представлений. То есть в один момент времени отрабатывает сразу несколько функций. Как такое возможно? Это возможно благодаря многопоточности. То есть любой фреймворк, который реализует функционал того или иного сайта, он всегда работает в многопоточном режиме. Именно по той причине, что на вход сервера может приходить сразу множество запросов, и они будут отрабатываться. Соответственно, каждый запрос будет отрабатываться в своем собственном потоке. То есть многопоточность это норма для фреймворков. Поэтому работая с представлениями во Flask, всегда это следует учитывать. Конечно, в рамках наших занятий мы не будем использовать удаленный сервер и устанавливать на него данный фреймворк. Это отдельная задача. Кстати, современные хостеры предоставляют инструментарий для простой установки и настройки Flask. Поэтому этот процесс не представляет больших сложностей. А для изучения данного пакета на домашнем персональном компьютере от вас потребуется только его установить, используя стандартный установщик PIP. То есть вот так вот. Мы выполняем вот такую вот команду PIP install flask. И соответственно этот пакет у нас установится. Как это делается, я думаю, вы все знаете, это стандартная операция в Python. После установки Flask мы можем наконец написать свое первое в Vsgi приложение. И в самом простом варианте оно выглядит так. Смотрите, вначале идет импорт вот этого вот класса Flask, который фактически и формирует это в Vsgi проложение. Далее мы создаем экземпляр этого класса и первым аргументом должны указать имя нашего приложения. Если вся программа пишется в одном файле, то удобно в качестве первого аргумента передать вот эту вот директиву name, которая в случае импорта будет содержать имя текущего файла. А в случае самостоятельного запуска вот такое вот значение mail. Для Flask это имеет принципиальное значение. В частности от этого зависит, где искать под каталоги шаблонами и статичными документами. После создания приложения происходит вот здесь вот запуск локального веб-сервера. И в качестве параметра указывается вот такое вот значение debug равняется true, чтобы мы в браузере видели все ошибки, которые будут возникать при разработке сайта приложения. Конечно, после создания полностью отработки этого приложения здесь следует прописать debug false, чтобы случайные ошибки реальный пользователь уже не видел. Ну и наконец вот это вот условие. Зачем оно? Смотрите, когда мы непосредственно запускаем наш модуль, то вот это вот директиву name как раз и принимает вот это значение main. И будет соответственно запущен локальный веб-сервер для отладки нашего приложения. Если же вот этот вот модуль запускается, например, на удаленном сервере, то нам там уже не нужно запускать еще один сервер. Он там уже запущен. В этом случае вот это вот директиву name будет принимать какое-то другое значение. Но в данном случае это значение будет названием файла, вот это вот flsite.pipe, в котором реализована эта программа. То есть мы прописали вот это вот условие с целью запуска приложения непосредственно на локальном устройстве. Поэтому мы можем совершенно спокойно запустить вот эту вот программу. У нас активизируется локальный веб-сервер и мы сможем отправлять и обрабатывать запросы непосредственно в рамках нашего компьютера. Давайте посмотрим, как это будет работать. Мы запустим эту программу. То есть мы запускаем программу обычным образом. И смотрите, вот здесь вот в консоли мы видим следующее сообщение. Ну и здесь вот идет служебная информация вот такая вот. И далее он говорит, что наш сайт будет доступен вот по такому адресу. HTTP 127.0.1 и порт 5000. То есть вот 127.0.1 это на самом деле localhost. То есть это локальный хост, то есть локальная сеть внутри нашего компьютера. Ну а порт 5000, чтобы наш канал связи никак не конфликтовал с возможными другими каналами связи, которые тоже функционируют в рамках нашего устройства. Итак, давайте посмотрим, что из себя будет представлять наш сайт, если мы перейдем вот на эту страницу. Откроем эту страницу и смотрите, что у нас получается. Вот здесь вот в консоли у нас отображается такая информация. 127.0.0 и сервер выдал ошибку 404. То есть страница не найдена. И это логично, потому что вот в нашем приложении не сформировано ни одного представления. То есть у нас нет ни одного обработчика, который бы обрабатывал запрос, пришедший от клиента. То есть от браузера. Давайте его создадим, это представление. Для этого нужно воспользоваться вот таким вот декоратором. Road. И в этом декораторе мы указываем адрес, URL-адрес, по которому будет отрабатывать данный обработчик. Обработчик в виде функции с именем индекс. Ну и вот в данном случае этот обработчик будет возвращать просто вот такой вот текст индекс. То есть браузер в ответ вот на этот URL-адрес получит вот такую вот строку. Ну а вот этот вот URL-адрес, он как раз соответствует главной странице. То есть вот такой вот обычный слэш, это главная страница нашего сайта. То есть вот как раз то, что у нас здесь записано. Видите, у нас здесь вот тоже вот слэш такой стоит. Это вот как раз есть вот этот вот самый слэш. Давайте вот теперь обновим нашу страницу. И смотрите, мы видим как раз вот здесь вот в браузере вот этот вот индекс, как раз который пришел в ответ на обработку вот этого вот нашего запроса просто слэш. Если мы хотим добавить еще один обработчик, то соответственно мы должны прописать еще один вот такой декоратор road, указать здесь какой-то другой URL и соответствующий обработчик. И пусть в данном случае у нас вот этот вот обработчик возвращает вот такую вот html страницу. То есть здесь будет тег h1 о сайте и тег h1 закрывается. Давайте перейдем опять же на наш сайт. Вот здесь вот наберем вот этот вот адрес about вот так вот. Ну и соответственно я нажму enter. Смотрите. У нас теперь наш VSGI приложение возвратило вот такой вот текст о сайте. И этот текст отображается как заголовок уровня h1. То есть отработал тег h1, то есть сам браузер обработал тег h1 и представил вот этот вот текст вот в таком вот виде. Или можно сделать так. Если по определенному URL адресам следует выполнять один и тот же обработчик, то мы соответственно прописываем два декоратора друг за дружкой вот так вот. Ну и соответственно вот этот индекс, вот этот обработчик будет срабатывать. Если мы напишем вот такой вот URL адрес, то есть главную страницу, или вот такой вот индекс. Это будет одно и то же. Давайте теперь посмотрим, как это все будет работать. Перейдем в наш браузер. Вот здесь наберем значит вот просто слэш, увидим индекс. Или вот так вот. Индекс здесь тоже наберем. Вот такой вот второй адрес. И тоже нажму enter. Увидим абсолютно то же самое. То есть вот таким вот образом мы можем на один и тот же обработчик вешать сразу несколько URL. Вот что из себя представляет простейшее приложение на Flask. И как видите, мы уже с вами на самом первом занятии создали вот это вот первое приложение и увидели его функционал. То есть как видите, все работает довольно просто. Итак, на этом занятии мы с вами сделали первые шаги в понимании работы Flask. Ну и построили вот такое вот очень простое VGI приложение. На следующем занятии мы продолжим изучать этот пакет.